У нас была лекция с лётчиком-космонавтом, героем России, со Скворцовым Александром Александровичем. Она показала два видеоролика. Первое – это путь от взлёта в космос до приземления. И второе – пара смешных моментов, а именно чем они там занимаются, ну и многое другое. Вы знаете, на самом деле, учитесь. Учитесь, почему? Потому что знания никогда не бывают лишними. Они могут не пригодиться. Могут не пригодиться. Но лучше знать, как выйти из какой-то ситуации, и ты будешь обладать этими знаниями, и ты из них выйдешь, чем вообще ничего не знать. Ну это так вот. И вообще знания в последнее время становятся таким достаточно востребованным товаром. Чем больше ты знаешь, тем больше ты ценишь. Помимо развлекательных мероприятий присутствовали и всеми нами любимые лекции. Одна из них, что более всего запомнилась не только мне, но и многим другим, повествовала об атомном ледоколе. О внутреннем устройстве, основных механизмах и принципах работы сего великого устройства было рассказано уж немало. Большой выпуск комиксов о атомной энергетике. Это раз. Эта лекция была достаточно интересна. Но в ней присутствовала информация не только о ледоколе, но и, как всегда, по теме нашей школы были высказаны и несколько слов об астрономии, а точнее о космических животных, из которых многие для себя вычленили интересные подробности о том, что в космос летали не только обезьяны, собаки и крысы, но также там побывали и две морские черепахи, мухи, насекомые и даже два паука. Вчерашним днем нас баловали и интеллектуальными играми. Одну из них проводила Галина Евгеньевна Эсмам. Эта интеллектуальная игра подразделялась на несколько частей, в которых были не только интеллектуальные вопросы, но также и интерактивная часть. В первой из них нас разделили на две команды – геоцентрики и гелиоцентрики. Даже несмотря на то, что одна из этих теорий, то бишь геоцентрическая, в данный момент считается неверной, мы смогли ее отстоять. В этой игре нужно было не только подтвердить верность своей теории, но также и дискредитировать каверзными вопросами чужую теорию. Мы из всех сил, цепляясь за любую несостыковку, все же смогли вырвать победу. В следующей игре нас разделили уже на шесть команд. Я благодарен своей команде, ведь лишь командным трудом мы смогли победить в этом состязании. Оно состояло из безумно интеллектуальных вопросов по части астрономии. Каждый из нас вкладывал свою частичку и свои познания в ответы. Меня, по какой-то причине, выделили как одного из активнейших участников. И я безумно благодарен этому, ведь по этому принципу я получила не только одну брошюру, но еще и открытку. А так как вся моя семья с начала ее основания и мечтает побывать на Северном полюсе, для меня это безумно важно. Было две очень познавательных лекции по математике и астрономии, из которых я почерпнула огромное количество знаний, которые, возможно, в будущем мне очень сильно пригодятся. Сказать, вот эта звезда дальше, это ближе. Мы ученые, мы с вами, вы тоже ученые, да? Раз вы сюда приехали, значит, вы ученые. И вот астрономы древности стали измерять с помощью вот этого инструмента простейшего. Мне очень понравилось, когда учитель по математике нам рассказывал про эмоциональность, что нужно делать, чтобы тебя все слушали и было интересно. И вот на самом деле вся математика, она вот такая. Все всегда можно предусмотреть, предугадать. Я не буду, конечно, рассказывать, как я это сделал, но тут говорят, у вас гений есть. Можете их расспрашивать? О том, как правильно заинтересовать человека, чтобы в тот последствии вас слушал. Это очень помогает для людей, таких как журналистов, для предпринимателей. То есть ты говоришь, ты заинтересовываешь человека, и он у тебя покупает этот товар. Моя цель – поведать вам о безумно интересной лекции, которую вкушали все участники и ученики нашей Международной аэрокосмической академии. Чем я должна отметить Гельмерсон, тем, что он был еще и географом, и фактически он изучал географию Урала. Вот, в отличие от глубоких, книга Гельмерсон у меня есть. Она с 40-го года, издание 19-го века. Урал я вот сейчас вам покажу. Это фактически первая цветная карта Урала, геологическая карта, которая была выполнена вот этим вот ученым. Эта лекция о минералогии и геологии повествовала нам о том, что в скором времени грядет всемирная энергетическая революция фотореагирующих элементов. Ведь был совсем недавно открыт минерал, что составляет большую часть земной коры, которая в десятки раз, в сотни, я бы так даже не поповерялся сказать, превышает коэффициентом полезного действия нынешней разработки и сможет получить из столь обильно даваемого нам незаменимого солнечного света столь же незаменимую энергию. Шок-момент! Султанов начал петь на французском! Сегодня была лекция у Султанова и рассказал про самый лучший самолет и самый худший в его карьере. Больше всего мне понравилось само пение Султанова и его рассказы о том, как он мечтал стать летчиком. ПЕСНЯ 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 Прошу за все простить меня. Желаю вам счастливых мыгодных годов, Желаю вам всего того, что вы желаете себе. Желаю вам тень дождей радости всю дне, Прошу меня не узнавать, когда мы с ней вам придем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова